Девушки отдыхают Незговоров, видимо в силу своей фамилии, начал тупить и отказался сдавать своего поставщика Незговоров Николай Владимирович, а вот это вот, которое на столе лежит Как оно называется? План Где приобретаешь? По случаю на улице На какой улице? На Джанетидзе Ты прикалываешься однами что ли? Нет, нет Первый несговорчивый в этом году, что ж, будет сидеть и за себя, и за того парня, который в итоге все равно к нему присоединится Также в понедельник совместно с ОУР Кировского района ОМ2 распутали еще одну цепочку говнокуров и продавцов Опять студенты Сначала при продаже попался какой-то Мухаммад Громко и четко фамилия и мочится Утаров Мухаммад Сулейменович Обучался в институте на специальность управления персоналом и торговал наркотиками Вовремя попался Зачем нам такие управленцы? Он сразу сдал своего поставщика Мехрабова Который считал себя умным и выносить наркотики отправлял своего соседа по комнате Мехрабов в 100 Магометов был Все трое прилипли, вот и поучились в институте Также притон по адресу Бульвар Культуры 2264 Один обитатель этого рассадника болезней уже не может ходить Ноги гниют, лежит и колется А остальные смотрят на него и тоже колется Кто-нибудь может понять, куда они стремятся? Во вторник два крокодиловых притона Один на Бульваре Культуры 26, квартира 76 Второй на улице Народного фронта 62, квартира 8 С нами были французские журналисты Оказывается, крокодил проник и во Францию Недавно у них от этого ужасного наркотика умерло два человека Там поднялась паника, люди же умирают Журналисты поехали в Россию Слышали, что здесь есть такая проблема По всей России с трудом нашли тех, кто ее решает Приехали к нам в Екатеринбург, фонд «Город без наркотиков» Собрали информацию, посмотрели, поездили по притонам Француз в замешательстве от ситуации в нашей стране Теперь вернулся к себе, будут бороться А также будут во Франции рассказывать, что в России Где в свое время обломался даже Наполеон В государственных аптеках продают смерть для своей же молодежи И даже заботливо распаковывают по мешочкам весь набор для самоубийства И вспомнят во Франции стихи нашего поэта Тютчева «Умом Россию не понять» И действительно, как можно понять, что наши же люди Практически бесплатно убивают нашу молодежь А потом эти продавцы смерти снимают свои рабочие белые халаты Выходят на улицу, живут своей жизнью И спокойно смотрят в глаза тем людям Детей, мужей, братьев, которых они убили В Россию можно только верить Мы верим и что-то делаем, чтобы поддержать эту веру А вы? От информаторов фонда узнали, что некий Леша продает героин Сработали совместно с Кировским ОУР Янин Гов Алексей Владимирович Он тебе продал с балкона сколько грамм? Два Два сверка, да? Угу По какой цене он продает? По тысяче рублей Приделали 40-летний наркоман уже обладает циррозом печени И, видимо, героином помогает этому циррозу побыстрее себя добить Он сразу, с радостью сдал своего поставщика Шмелева Еще раз четко, ясно, не отбор Шмелев Андреевич Теперь Леша отдаст часть своего срока Бончили с жужжащей полосатой фамилией Действительно, зачем вам циррозом большой срок? Также в среду зашли в три крокодиловых притона Один в поселке Новоберезовский, улица Энергостроителей 9, дробь 3, квартира 39 Молодая пара снимает там комнату и вместе с хозяином за компанию убивают себя дезаморфином Второй притон в Верхней Пышме, на улице Кривоусова, 17, квартира 79 Вроде даже понимают свое положение Ясно, колешься, да? Ну, к сожалению Ясно, что-нибудь по этому поводу можешь сказать? Могу сказать, что это глупость Что вот реально, мне самому это известно, что заканчивается это нищетой и болезнью Я не знаю, может быть мозг больной у меня или что Ну надо Но все равно продолжают себя убивать Третий притон в городе Среднеуральске, на улице Калинина, 17, квартира 23 Хозяйки притона уже далеко за 40, редкий для крокодила возраст, потому что мало кто до него доживает Также зашли в крокодиловый притон на улицу Восстания, дом 9, где жители 42-й квартиры душили воню от производства крокодила весь подъезд Пятница По сообщению наших осведомителей, совместно СУУР, ППСМ, Верхний Пышмы поймали торговца курительной дрянью Он зачем-то пытался вырваться и убежать Видимо, хотел оправдать свою фамилию Перескоков Александр Сергеевич Но наши парни и не таких прыгунов ловили Никто еще не вырвался Также в пятницу, совместно СУУР, Ленинского РОВД, 2-я рота полка ДПС УВД Поймали двух торговцев в ЖВАЖ Как всегда, один из тех, кто у них покупал, очень захотел закупиться и переложить на них часть своей вины за употребление этой дряни Вытащили их прямо из маршрутного автобуса с наркотиками, меченными деньгами Он один собирался пойти в армию Обучаетесь, работаете, что делать? Обучался Где я обучался? В армию пойдешь? Походу, ты не пойдешь в армию Совместно с ППСМ УВД города Верхняя Пышма Сработали поварщику Винта Киселеву Виталию Также три крокодиловых притона Один по улице Кировоградская, 61, квартира 47 Еще никто не гниет, есть шанс остаться людьми Даже еще остался УМ на подделки своими руками Хотя и весьма странные подделки Еще притон на машиностроительной, 67, квартира 50 И на улице Кобозева, 81, квартира 4 Пока жена на работе, три товарища решили сварить крокодил Хозяин просто тупо опускается на дно Недавно лишили водительских прав Теперь задержан за содержание притона Дезаморфин мгновенно убивает личность А после и тело человека В субботу накрыли маковый притон по улице Победы Дом 8, квартира 7 А также два крокодиловых притона Один на улице 40 лет Октября, 34, квартира 35 Кто-то из них уже гниет Очерезная партия молодых людей, которые покупают свою смерть в аптеке Второй притон на улице Седова, 23, квартира 2 Как и везде, куча самоубийц Которые сами себя лишают всех шансов на дальнейшую нормальную жизнь Так прошла очередная неделя Некоторые операции по наркоторговцам еще в процессе Поэтому пока мы о них не рассказываем Обязательно сообщим позже Будем и дальше работать Всем привет, берегите свою жизнь и здоровье Наш пейджер 002, абонент без наркотиков Телефон 8 953 400 953 Сообщайте о фактах и местах наркоторговли